Путин присоединит Беларусь Вместе тесно, врозь скучно. Естественно, 25-летний роман, ну не 25, 20-летний роман Лукашенко с Кремлем, вперва при Ельцине, теперь при Путине, продолжится точно так же. Скандал, торг, взаимное обвинение, поцелуи, братские объятия. Скандал, торг, взаимное обвинение, поцелуи, братские объятия. Этот цикл повторяется бесконечное количество раз. Лукашенко орет, что его грабят, что Россия безобразно себя ведет. При этом президент России, будь то Ельцин, будь то Путин, будь то Петров, будь то Сидоров, родной брат, кровный брат, ближайший человек. Ну, Лукашенко понятия знает. В России можно критиковать всех, кроме Бога, Сына, Бога Отца и Святого Духа, то есть президента России, кто бы он ни был. Все по понятиям. Российские журналисты, министры, политологи вопят, что Белоруссия нас грабит, что она даром получает газ, что она даром получает нефть, что они ни черта не делают и так далее, и так далее. Потом встречается Лукашенко с Путиным, два брата посидели, по-братски, по-русски, по-славянски, по-белорусски поговорили. Абсолютно неизвестно, до чего они там договорились, потому что результаты одна сторона трактует так, другая сторона трактует сяк, и все продолжается и выходит на новый круг, потому что эта игра бесконечна. Белоруссия не может существовать без российских подачек, Россия не может существовать без единственного, надежного и психологически близкого населению страны-союзника, то есть Белоруссии. Белоруссия не может порвать с России и уйти на Запад, потому что на Западе Лукашенко не усидит в президентах, там его никто не ждет, он последний диктатор и так далее. Кроме того, никто на Западе, естественно, спонсировать Белоруссию в таких размерах, как Россия, никогда не будет, это им просто не нужно. Россия не может отпустить Белоруссию, потому что это будет психологический шок, а соотношение цена-качество, то есть расходы на поддержание Белоруссии на плаву и пиар-доходы, оно такое, что вполне можно тратить казенные деньги на то, чтобы пиар, личный пиар Путина и пиар власти покупать за эти деньги. Абсолютно нормальная, обоюдовыгодная торговля под пафосными, сентиментальными и очень крикливыми воплями о братстве. Так было и так будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова